здорово ребятки добро пожаловать на мой канал вот она наступила это время когда я уже взялся за снятие нового видео для вас ну а с вами сегодня хочу поговорить о том что ровно год назад от этой даты я купил свою первую машину которую к сожалению разбил и к сожалению не оставил своей жизни больше ни на секунду но эту дату я хочу отпраздновать с вами и в честь этого я хочу сделать обзор на еще одну новую машину которую я купил только уже в этом году и как вы можете подумать что это за машина может быть вы конечно же думаете lexus или бмв или какой-то muscle car но это совершенно не так потому что мой канал это канал про mercedes и только лишь и ребятки пожалуйста встречайте один из самых крутых экземпляров которые я видел своей жизни и которым я владею сегодня встречайте пожалуйста w-212 е-350 к вашему просмотру ребятки 22 года имеет уже несколько мерседесов покататься на очень большом количестве машин это довольно таки масштабная цифра и сегодняшний видос он такой знаете он для меня что ли особенный потому что мерседес это часть моей жизни мерседес это которая мерседес это машина которая в которой я влюбился сразу же с первого взгляда когда когда сел в нее а позже я ее купил позже я не владел и просто ребятки это ну настолько комфортнейшая тачка которую вы можете себе позволить за любые деньги мира абсолютно если у вас 2000 долларов 10 тысяч долларов 20 без разницы вы всегда можете позволить себе мерседес будь это старый мерседес или новый мерседес без разницы абсолютно перейдем к сегодняшнему дьяволу это у нас 212 кузов 350 3.5 мотор v6 но все как нужно на 302 лошадиные силы я вам скажу так эти 302 лошадиные силы на самом-то деле очень едут хорошо настолько хорошо что вы только нажимаете легенько и вас просто и вы улетаете начнем с вами разговор за двигатель здесь у нас м276 индекс на 302 лошадиные силы что является самым-самым удачным двигателем в истории этого мерседеса также мне нравится этот рестайлинговый body style если вы можете увидеть эти просто лепесточки вот здесь я просто обожаю вот эти хромовые вставки все но это делает просто мерседес одной самой лучшего знаете по как это сказать это делает мерседес одной из самых лучших машин по виду спереди потому что на бмв есть куча бамперов есть на на лексусах куча бамперов но именно таких вот chrome вставочек я очень редко где видел и на этой машине это все приветствуется очень хорошо и знаете в чем отличие у нас мерседесов я очень много раз себе задавал вопрос в детстве особенно да когда я там на каком-то мерседесе сидел и у нас есть прицел на некоторых мерседесах правильно у нас есть прицел а вы знаете когда нет прицела что это обозначается вы знаете правильно это то что это спортивная версия и именно эта комплектация и 350 спорт на заднем приводе я эту машину тестировал на офф роде я эту машину тестировал на трассе я эту машину тестировал с f10 и знаете кто кого порвал конечно же эта тачка потому что это очень мощная машина это очень это просто это вулкан это дьявол но это не есть моя любимая машина но это часть моей семьи часть моей души и поэтому эта тачка заслуживает отдельного уважения ко всем абсолютно владельцам и ко всем людям которые будут пользоваться нею в дальнейшем и поэтому тачка просто супер и единственным главным отличием от целес который я заметил это открывание капота потому что целес он открывается на 90 это просто у вас как ну как просто шлагбаум до какой-то то здесь вы видите что нет возможности открыть полную в полный выпрям поэтому довольствуемся такими образами я вас попрошу взглянуть на двигатель этот двигатель настолько хорошем состоянии что является довольно таки большой редкостью для машины особенно немецких классов и особенно в настолько старых потому что напомню пацаны машина всего лишь 2014 года ей уже в следующем году будет 11 лет давайте поставим лайк за old давайте поставим лайк пацаны олдовым мерседесом те люди которые любят и ценят свои машины особенно вот такие старые которым больше 10 и 15 и 20 лет это люди которые заслуживают уважения это люди которые ну просто созданы для того чтобы их любили поэтому пацаны лайкос за олдовый мерседес мы приближаемся к зиме и у нас сейчас такие хорошие уже холода наступает что на улице довольно таки холодно стоять поэтому мы иногда можем брошадас использовать в качестве грелки и это очень очень помогает машины является уникальной здесь всего лишь 50000 даже 49000 миль пробег что является довольно такой большой редкостью потому что вы очень редко найдете где машину у которой есть пробег ниже полтинника в офигеннейшем состоянии я просто ну посмотрите на стойки ну насколько они просто в свеженьком хорошем состоянии ну посмотрите на двигатель даже на крышечку масла посмотрите ну это все новое понимаете то есть всего лишь 50 тысяч миль в машине которой 10 почти 11 лет но это супер состояние то что мне еще очень сильно нравится это то что здесь открытый выхлоп и это выхлоп настоящий потому что знаете сейчас новых машинах уже которые делают эти новые мерседесы новые бмв у них могут быть две таких трубы но выхлоп у них с одной потому что это все муфляж и это все неправда но здесь это просто потрясающий body look сзади это знаете есть предыдущая версия еще е-класса да но у них совсем другие фары которые мне вообще не нравятся и не знаю почему они мне кажется очень 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 олдовыми и старыми но именно данные данная машина она просто является для меня идеальной я я ставлю все пять звезд из пяти возможных потому что зад этой машины и перед этой машины выглядит настолько идеально что ну это просто the best давайте начнем с багажника ребятки здесь у нас довольно таки очень много места если помните я снимал cls в котором я залазил не не я снимал ску тогда я снимал с классом показывал я залазил и в этот раз я попробую конечно же уже залезть в этот багажник е-класса но для меня он кажется намного меньше чем тогда когда был в с-классе но мы проверим как оно здесь я думаю да намного меньше багажник чем тот который был намного меньше капец прикинь здесь очень маленький багажник и за сможет меня вообще закрыть ну я вам скажу человек сюда влафет но с таким очень маленьким зазором место для него потому что действительно это я класс ему очень 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 далеко до с класса довольно далеко до целых класса это такой знаете хороший автомобиль на повседнев именно е-класс что мне очень сильно нравится это конечно же столик до в котором написано максимально 10 килограмм и здесь вы можете ну очень супер вы можете перевозить какие-либо продукты которые вы хотите да если вы там едете куда-то на дачу или еще то это очень очень хорошо вам помогает здесь есть кнопочка которая нам просто эту прокладочку отдает назад и все mercedes прекрасная машина ну что еще может быть лучше но здесь как всегда по технике безопасности у нас должны быть болты ключи и запаска что довольно таки неплохая докатка это не полное колесо это всего лишь маленькая докатка но тем не менее мне этого достаточно как всегда у нас две кнопки регулировки здесь на багажнике закрывается машина и просто когда вы уже закончили все покупочки достались магазина вы просто нажимаете эту кнопочку и машинка у нас закрывается сейчас если ключ здесь я вам покажу кстати ключ довольно таки хороший он такой знаете старый мне очень больше нравится намного чем новый поэтому это очень классный ключ я вам покажу вот например у вас заняты все руки вы нажимаете кнопку и все вы пошли дальше но при этом машина закрыта полностью чтобы вам уже не беспокоиться о том что ее нужно опять открывает закрывать и так далее и позже вы можете ее также спокойно открыть ключа можете открыть даже багажник тоже с ключа вам просто нужно зажать кнопочку багажника на три секундочки ну и все важник хороший но не самый лучший в котором я был и так скажем что касается дисков диски у нас здесь на 18 колесах что является в принципе хорошим повседневным вариантом потому что если у вас 20 это уже такое более премиум хороший сегмент машины но 18 колеса супер у меня на целости на первой моей машине стояли 20 или 21 то это просто огромное колесо ты когда его снимаешь у тебя просто колесо как будто бы с огромного грузовика то здесь довольно такие оптимальные колеса в 1 18 дисках диски обыкновенные стандартные которые были произведены специально для вот американского рынка потому что именно такие диски они вот очень очень сильно популярны в америке у нас здесь диски на пяти болтах и одна у нас такая специальная то есть получается четыре нормальных болта и один такой специальный для специального ключа здесь у нас стоит всесезонная резина поэтому не нужно не беспокоиться о том что у вас будут проблемы в снег или в дождь эта машина полностью справляется несмотря даже на то что здесь задний привод напомню что задний привод является довольно таки проблемным но если вы умеете все правильно делать то эта машина не принесет вам никаких абсолютно проблем но то что мне очень сильно нравится вот в старых машинах и в новых машинах это бесключевой доступ ребятки это первая машина во владении моем у которой есть бесключевой доступ мой целес был с ключом и там все было с ключом то здесь бесключевой доступ вам не нужно использовать ключ тогда когда вы заходите в машину или выходите с машины вы можете абсолютно спокойно и и закрыть и открыть без ключа давайте вам покажу на примере сейчас машина открыта я ее закрываю с ключа все машина закрыта чтобы мне открыть машину мне есть несколько вариантов сделать это без ключа я либо подношу руку и машина открывается до либо же я закрыл сейчас либо же мы просто открываем полностью дверь и машина открывается и также я могу ее закрыть с тем же самым вероятностью как я открыл ее без ключа так же самое я могу закрыть если я просто проведу машина закрыта все то есть например человеку которого уже нет ключа поблизости дам если поблизости с машина есть ключ вы спокойно сможете открыть машину но если нет ключа вам придется придумать что-то свое потому что машину вам не открыть без ключа соответственно очень сильно нравится насчет mercedes это то что все здесь сделано в значках mercedes если вы посмотрите на диски это значки mercedes вот здесь если вы посмотрите ребятки на дворники даже на самых элементарных дворниках будут значки mercedes если вы посмотрите на колодки то даже на колодках обыкновенного класса все равно будет надпись mercedes то есть эта машина полноценная она ну понимаете для меня нет лучшей машины чем mercedes для меня это машина номер один и на какой бы машине я бы не ездил все равно эта машина будет для меня номер один сколько бы денег я не зарабатывал это будут lambo это будут там и так далее машины все равно это моя номер один машина потому что это была самая первая машина в моей жизни и я не могу просто так разбрасываться этими машинами потому что это моя любовь именно mercedes она пошла еще со студенческого времени когда я учился когда я купил свою первую машину когда я только познал свою первую машину и вот mercedes это one love это лучшая машина на планете земля даже если вы мне не верите просто зайдите в google и посмотрите какая машина номер один в мире мы переносимся с вами в салон я вам показываю детально что значит без ключевой доступ у нас есть кнопочка которую вы просто спокойненько нажимаете у вас запускается приборная панель вы можете видеть абсолютно все у нас не так очень много топлива но нам хватит вы зажимаете тормоз и вы просто нажимаете завести машину один раз и машина заводится эта комплектация 350 вмещает в себя два режима езды это эко и это спорт спорт выдает более большие обороты а эко режим выдает более экономичную езду из старого дизайна мне очень сильно нравится двойной подлокотник который очень суперски открывается нажатием но это прекрасный механизм их уже по убирали с новых машин но это очень бесценно такую вот не купишь ни за какие деньги вот такую ценность посмотрите просто на качество кожи до 50 тысяч миль машине но все сохранено просто в суперском стиле у нас деревянные вставочки если можете видеть у нас полностью машину в дереве у нас есть легендарные часы в этой машине и часы отвечаю за функцию для того чтобы пассажиры которые садятся на пассажирские места этой машины понимали в какой машине не ездят потому что просто так часы есть везде вы можете посмотреть их здесь вы можете посмотреть их на приборной панели но эти часы они вот для того чтобы пассажиры понимали какой уровень автомобиля а мы вернемся с вами камере заднего вида и к коробке передач в мерседесах обычно у нас либо здесь если это 63 mercedes и коробка передач либо у нас здесь на руле у нас всего два режима езды правильно это задний вперед у нас есть нейтралка и у нас есть парковка правильно это для таких которые уже не знают сейчас мы стоим на парковке чтобы релизнуть машину с парковки и поехать вам просто нужно опустить джойстик вниз вы переключитесь на нейтралку вы услышите такой даже звук коробки как будто бы с под низу машины и чтобы машина поехала вам нужно релизнуть джойстик очень сильно все машину машину нас едет мы уже в движении вот это у нас драйв мод здесь у нас всем скоростей как я вам уже говорил и мы с вами переносимся на небольшой тест-драйв машин и 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 вот только представьте себе молодой пацан у тебя ну тебе 20 25 26 лет тебя есть возможность даже иметь десятилетний mercedes то есть ты думаешь купить тебе китайца или купить поддержанный хороший но старенький mercedes никакого китайца забудь об этом китайцы возьми mercedes и живи просто прекрасную жизнь потому что китайцев купить ты еще успеешь да а вот mercedes старенького возраста не всегда потому что не всегда есть возможность иметь хороший mercedes и при этом старенький никаких вообще минусов я этой машины не увидел для себя да это дорогой автомобиль да это автомобиль премиум класса доступная но и при этом она очень дорога в обслуживании но это обслуживание вам перекрывает комфорт и перекрывает ваше время да потому что ну комфорт прежде всего он является основным для этой машины потому что mercedes это само слово mercedes вас должно ассоциироваться со словом комфорт потому что если у вас машина mercedes ассоциируется с чем-то другим да то наверное вас не такое хорошее понятие слова mercedes лично для меня mercedes это в первую очередь комфорт а во вторую очередь уже остальное все остальное другое ребятушки дорогие мои спасибо большое вам за просмотр это был великолепный выпуск мы с вами протестировали покатались на великолепнейшем е-350 классе довольно таки старый аппарат но очень-очень ходовой это является повседневной машиной в моей жизни я езжу на ней каждый день абсолютно я всем советую эту машину и эта машина заменяет мне абсолютно все нужды которые нужно то есть вы можете ездить магазин вы можете ездить на тренировки куда вам нужно абсолютно все вы можете заменять если у вас собаки если у вас дети вы тоже можете это себе позволить в этой машине потому что здесь довольно таки компактный салон довольно-таки хороший багажник у вас все будет супер поэтому я полностью ставлю пятерку твердую пятерку из пяти а если вам понравился выпуск пожалуйста ребятки поставьте большой жирный палец вверх обязательно подпишитесь на мой канал ну и дайте репостов чтобы побольше ваших друзей коллег узнала обо мне и до встречи конечно же в следующих выпусках спасибо большое ребятки встретимся с вами дальше всех обнял до встречи